Добрый день, уважаемые коллеги! Своё выступление я хотела бы начать с того, что подчеркнуть, что 28 июля этого года мы в 15 раз отметили Международный день борьбы с гепатитом. Поэтому первая глобальная стратегия здравоохранения по вирусному гепатиту, принятая на 69-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, нацелена на достижение конечной цели – элиминации гепатита именно к 2030 году как угрозой общественного здравоохранения. По данным Всемирной Организации, в мире болеет 71 миллион человек хроническим гепатитом С. А около 400 тысяч умирает в исходе появления срозы печени или гепатитулярной карциномы. Смертность от терминальной стадии фиброза печени занимает девятое место в мире и шестое среди лиц трудоспособного возраста, составив от 14 до 30 тысяч случаев на 100 тысяч населения. В России этот показатель значимо больше – почти в два раза 60 с половиной тысяч случаев на 100 тысяч населения. Появившиеся новые препараты прямого противовирусного действия позволяют полностью излечить от гепатита С более чем 95 даже до 100% случаев, что, конечно, снижает риск смерти и цирроза, а также рака печени. Однако в настоящее время в России остается очень низким доступ к диагностике и лечению гепатита. Всего 5%. На данном слайде представлена заболеваемость острым и хроническим гепатитом под данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами нашего института. Красная линия – это заболеваемость острым гепатитом С, и мы видим, что она практически свела, сведена к нулю. А вот заболеваемость с хроническим гепатитом С остается на довольно высоком уровне. Единственное, что за последние два года, как мы видим, с 30 заболеваемость снилась до 16 из десятых процентов, но, скорее всего, это снижение заболеваемости обусловлено пандемией COVID-19, в связи с чем пациенты просто не обращались к врачам. Хотелось бы напомнить естественное течение вирусного гепатита С. Мы знаем, что острый гепатит С переходит в хроническую форму в 80-85% случаев. Через 15-20 лет у 20-30% пациентов формируется цирроз печени, а далее и рак печени. Причем, если раньше считалось, что рак печени формируется в 5-10%, то сейчас есть исследования, которые свидетельствуют, что рак печени формируется даже до 30% случаев. Еще в 2003 году Пойнер с авторами показали, что вероятность прогрессирования хронического гепатита С в цирроз резко возрастает после 60 лет, синяя кривая. И в то же время японские авторы Аширихи Ахиши вместе с авторами показали, что время инфицирования больного гепатитом С резко уменьшается, если заражение произошло в более старшем возрасте. Частота развития гепатитарной карциномы также зависит от факторов риска. Если алкоголь, нижняя синяя кривая, небольшой удельный вес развитит гепатитарной карциномы, то хронический вирусный гепатит розовой кривой уже увеличивается риск развития первичного рака печени, а присоединение коморбидного такого фактора, как алкоголь, еще в разы увеличивает возможность возникновения гепатитарной карциномы. Мы видим, что причины смерти больных хронический гепатит МС увеличиваются на стотысячные члены. Если в 2013 году общие причины составили 0,99 на стотысячные члены, то уже в 2019 увеличилось более чем в 4 раза, 4,3 раза. Основной причиной смерти, конечно, является цирроз печени, заболеваемость которому также увеличилась в 4,5 раза. Но вот эти розовенькие столбики между общей причиной и циррозой печени также это рак печени, первичный рак печени или гепатитарцинома также за эти годы увеличилась в 2 раза. Расшифровка генома вируса гепатита С позволила создать новые классы прямых противовирусных препаратов для лечения гепатита С. Это ингибиторы НС-3 протеаза, ингибиторы НС-5 репликативного комплекса нуклеозидный и ненуклеозидный ингибиторы НС-5-Б полимераза. Вот здесь представлена эволюция эффективности лечения больных гепатитом С с первым генотипом. Мы видим, что если в 90-х годах, в начале 90-х годов мы применяли стандартные короткого действия интерфероны, эффективность лечения была всего 7%. Применение и присоединение рибаверина в конце 90-х годов увеличило эффективность до 30%. Создание в 2000-х годах пигелированных, то есть длительное действие интерферонов в совместном применении с рибаверином позволило увеличить эффективность почти до 60%. А вот создание уже через 10 лет ингибиторов протеаза первой волны увеличило эффективность до 75%. Применение же безинтерфероновых режимов препаратов прямого противовирусного действия увеличило эффективность до 95-100% случаев. И вот такая эволюция, мы видим, что 7% до 100% просто революционный рывок в лечении гепатита С. Всеми ведущими руководствами, европейскими, американскими и так же, как Всемирной Организации Здравоохранения, рекомендуется в настоящее время пангенотипные режимы при лечении хронического гепатита С. То есть неважно какой генотип, важно применять именно пангенотипные режимы, что уменьшает нагрузку финансовую на больных, не обязательно определять генотип. Это такие препараты, как глекопривир-бибринтосфир или мавирир, торговое название, сфосбувир-билпотосфир и сфосбувир-даклотосфир. Позволяют излечивать пациентов полностью и окончательно от хронического гепатита С. Теперь позвольте представить собственные данные. Мы наблюдали 87 боль с 2015-2016 года до настоящего времени 80 человек с хроническим гепатитом С, 73 больных. И с исходом хронического гепатита в цирроз печени 12 человек, и с цирроз печени и гепоциллярокарцинома всего 2 человека. В настоящем докладе я коснусь исследования и лечения больных только хроническим гепатитом С. А вот лечение больных с циррозом печени и гепоциллярокарцинома будет темой следующего доклада. Итак, нелечных, то есть наивных, первичных больных было всего 57%. Неответчиков, те, которые учились ранее препаратами интерферонов вместе с реповирином, 21 человек. Превладали мужчины более 60%. И по возрасту это были молодой и активный возраст. До 44% почти 50% и 45-59% по новой номенклатуре 38%. То есть всего 85% это были люди активного молодого возраста. И только 15% были люди старше 60 лет. Из сопутствующих заболеваний, которых было очень много, преобладали болезни желудочно-кишечного тракта около 50%. А без сопутствующих заболеваний всего около 20%, чуть больше 20% больных. Еще в то время мы определяли генотипы. Это были, как правило, генотип 1, около 60% больных 59%. И очень мало больных 5%, которые имели 2 генотипа. Не 1, а 2 генотипа. Как правило, это был генотип 1К2, 1Б или 1А1Б. По вирусу нагрузки больше всего 75%, то есть 2 трети пациентов, имели умеренную вирусную нагрузку 5-6 степень. И мало очень было больных с низкой вирусной нагрузкой 9%. Активность АЛТ, аланиновый трансаминаза, основу печеночного фермента, была в пределах нормы более чем у 57, почти 60% больных имели нормальную активность трансаминаз. И только 9% имели повышенную, более 5 норм, уровень или активность аланинового трансаминаза. Аналогично можно сказать и об активности гамма-глютамина трансмепридаза. И да, за почти 70% больных активность этого фермента была в норме, что свидетельствует о том, что пациенты уже не употребляют, как было ранее, наркотики или алкоголь. Все это было в прошлом, в анамнезе. И только 5% больных имели высокую активность выше 5 норм. Необходимо, конечно, остановиться на стадии фиброзов до начала проведения лечения препаратами прямого противовирусного действия. Мы видим, что фиброз нулевой, то есть практически не было фиброза у 30% больных. Также очень небольшой фиброз один был у 26%. То есть можно сказать, что у 56% больных был незначительный фиброз. 21% имели фиброз второй, и только 15% больных имели фиброз продвинутый, фиброз четвертый. Как я уже сказала, мы применяли пангенотипные препараты прямого противовирусного действия в течение 12 недель. При стадии фиброза 4 курс противовирусной терапии составил 24 недели. Надо сказать, что все пациенты были с фиброзом 4, но у них не было цирроза, что очень важно подчеркнуть, так как цирроз печени, конечно, лечится по-другому и сначала компенсируется симптоматической терапией. Необходимо отметить, что, как правило, через 4 недели применения безинтерферной терапии вирус гепатита С не определяется. Но у наших больных он не определялся у 69%, то есть 95% уже через месяц не имели неопределяемый, не имели РНК вируса гепатита С, который определялся с чувствительностью метода 10-15 мл. Положительная РНК вируса гепатита С осталась всего у 4 больных, то есть 5%, но и у них она перестала определяться уже через 8 недель. Этим пациентам была предлена терапия еще на 4 недели. Надо сказать, что это были 3 человека не лечены и один только не ответивший. И у трех был первый генотип, а у одного – третий генотип. Фиброз 2 регистрировался у трех, а фиброз 1 у одного человека. Ни у одного пациента не было фиброза 3 или 4. И все пациенты, включая и тех, которые не ответили через 4 недели, ответили на лечение. То есть устойчивый вирусологический ответ через 6 месяцев после окончания был у всех. Вот здесь вот подчеркиваю, что не лечены, что не ответчики. Все ответили на терапию. И ни у одного пациента не было рецидива. Переносимость терапии была хорошей. Нежелательные явления, требующие отмены препаратов, не наблюдались. Побочные явления были зарегистрированы у 8 человек, что составило 10-9%. Из них у троих тошнота и диарея, и кожная зота одного, и головная боль тоже у одного пациента. Все эти явления прошли практически через 1-2 недели. Катамнезе, то есть через 2-4 недели, через 6 месяцев после окончания лечения, пришло 67 человек, что составило 92%. И у всех был устойчивый вирусологический ответ. То есть ни у кого не определялась РНК вируса гепатита С. В дальнейшем мы этих пациентов также наблюдали и вызывали. Длительность катамнеза была от года до 4 лет. Всего в катамнезе обследованы 38 человек, 52%. Хотелось бы подчеркнуть, все пациенты имели отрицательный РНК вируса гепатита С. То есть она стойко была отрицательной в течение всего этого времени. Надо сказать, что фиброз больных храническим гепатитом С имеет очень важное значение, так как лица с фиброзом 3-4, то есть с пробитым фиброзом, несмотря на устойчивый вирусологический ответ, имеют риск развития гепатитарной карциномы. Поэтому отследить стадии фиброза очень важно. И здесь представлены больные или их удельный вес с фиброзом по стадии фиброза до начала терапии и через 1-4 года. И что мы видим? Вот зелененьким 30% больных имели фиброз 0 до начала против вирусной терапии, и после уже только у 58, то есть два раза увеличилось количество больных, у которых вообще нет фиброза. Кроме того, надо подчеркнуть, что больные с фиброзом 4, у которых было 15%, их стало всего 8%, то есть тоже практически в два раза уменьшилось количество больных с фиброзом 4. Таким образом, я хотела бы подчеркнуть, что в течение данного времени от года до 4, в среднем где-то 2,5 года, средняя длительность наблюдения в катанозе, уменьшается количество больных с фиброзом 4 и увеличивается в два раза количество больных с милевым фиброзом. Таким образом, хотелось бы сделать следующее заключение, что гепатит С остается важной проблемой здравоохранения в связи с высоким процентом хронизации, формированием цирроза печени и гепатитулярной карциномы. При появлении препаратов прямого против вирусной действия увеличилась эффективность лечения больных хроническим гепатитом С до 98% случаев. Однако в нашей стране еще недостаточно охвата лечения больных, всего 5%. И увеличивается, к сожалению, большом удельный вес больных с циррозом печени и гепатитулярной карциномы. И чем длительнее заболевание хроническим гепатитом С, тем больше риск развития цирроза печени и первичного рака печени. Ранее выявление и своевременное начало против вирусной терапии является профилактикой цирроза печени и первичного рака печени. Поэтому в связи с целью реализации стратегии ВОЗ и согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 2 ноября этого года, 22 года, был утвержден план мероприятий по борьбе с хроническим гепатитом С. В период до 2030 года с финансовым обеспечением федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных отзывований. Это значит, что пациенты с хроническим гепатитом С все должны лечиться бесплатно. Необходимо обеспечить скрининг больных на вирусный гепатит и диагностику фиброза печени для своевременного начала лечения. И несмотря на то, что устойчивый вирусологический ответ сейчас уже появляется у больных, можно сказать, исчезает, мы полностью можем излечивать от гепатита С, но не исключает риск развития гепатитарной карциномы у пациентов с выраженным фиброзом. Поэтому необходимо продолжать динамическое, постоянное наблюдение за пациентами с фиброзом 4. И дальнейшей задачей является выявление ранних маркеров формирования цирроза печени и генетических фактов риска развития первичного рака печени, а также разработка антифибротической терапии. Хотелось бы закончить свое выступление словами Гиппократа. Зная прошедшее, врач должен предвидеть будущее. Благодарю за внимание.